В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в городском Доме культуры состоялся районный фестиваль «Конкурс творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы есть у тебя, Россия». О празднике творчества, мастерства и жизнелюбия смотрите в следующем материале выпуска. Фестиваль «Конкурс творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы есть у тебя, Россия» в нашем районе стал уже традиционным и ежегодно проводится в преддверии Международного дня инвалидов. И каждый раз его участники не перестают удивлять своими талантами и мастерством. На выставке декоративно-прикладного творчества славянские рукодельницы представили свои самые лучшие работы. Основной мой вид деятельности – это игрушки, ручной работы, то есть авторские игрушки. Мы делаем полностью разработанные выкройки нами, то есть повторение таких игрушек невозможно. Вот такие вот игрушки. Ну и также последнее время некоторое увлечение у меня новое было – это пэтчворк или лоскутное шитье, лоскутные подушки. Много времени на творчество тратит и Любовь Новикова. Любовь Алексеевна любит вязать, вышивать и делать ригами. Большая часть ее работ – это также игрушки. В детстве мне приходилось соседских деток нянчить. У них много было игрушек. А у меня не было. Думаю, ну вот я как стану работать, буду покупать игрушки. Она же в молодости развида игрушек. Ну а на кинчу пошат, давай свое желание исполнять крючком и спицами. Фестиваль-конкурс «Мы есть у тебя, Россия» – очень многогранный проект. Он не только дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя, продемонстрировать свои таланты, но и открывает новые перспективы для их творчества. А самое главное – для общения друг с другом. Сегодня день общения, день творчества, день, когда вы можете подарить тепло своей души своим коллегам, зрителям, когда вы можете поделиться своими мыслями, своим настроением. Поэтому сегодняшний день – это просто праздник душевной теплоты и творчества. И я думаю, не важно, кто какое место займет. В любом случае, вы все уже победители, поскольку вы в этом зале находитесь, вы готовились к этому мероприятию. И, конечно, все получат участники сегодняшнего конкурса свои заслуженные награды. Проводится фестиваль в двух номинациях – народно-прикладное творчество и художественная самодеятельность. Заявки на участие подали более 80 творческих коллективов, сольных исполнителей и народных умельцев. В каком жанре выступать и с каким репертуаром артисты выбирали сами – народные песни, романсы, стихи. На целых два часа сцена Дома культуры превратилась в одну большую творческую площадку. Выступление артистов оценивало жюри, которая, посовещавшись, решила, в этот день не будет победителей и проигравших. Абсолютно всем участникам фестиваля вручили почетные грамоты Управления культуры, а лучшие из лучших примут участие в районном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов.